Сегодня я хочу рассказать о картине «Собачий полдень». Это американская картина 1975 года, и, наверное, сразу имеет смысл просто объяснить суть названия этого фильма, то есть название российского перевода, потому что на самом деле как-то вот оно прижилось, и нет смысла с ним спорить и как-то его переиначивать, но на самом деле этот перевод, конечно, не совсем корректен, потому что и дело разворачивает, вся эта история разворачивается вовсе не в полдень, а перед закрытием, незадолго до закрытия банка, речь идет об ограблении банка, и, как мы можем понять, в общем, раз рабочий день заканчивается, ну, неужто он заканчивается в Америке в полдень, то есть на самом деле этот фильм называется в оригинале «Dog Day Afternoon», то есть что, в общем, в буквальном переводе «Собачья жара», и действительно, то есть там подчеркивается, что в тот день была, а эта речь идет о реальных событиях 22 августа 1972 года, то есть фильм создан прям по горячим следам по реальной истории, и то есть, ну, вот этот буквальный перевод, получается, «Собачья жара», который у нас еще более буквально, то есть буквальный перевод как раз это «Собачий полдень», что обозначает вот это идиома «Собачью жару», а на самом деле я бы как раз правильнее говорить, то есть у нас нет прям, ну, конечно, иногда говорят, что жара собачья, но все-таки, по-моему, тогда уж было бы правильнее назвать «Жаркие деньки» просто, да, или «Жаркий денек», да, ну, пожалуйста, «Очень жаркий денек», да. Ну, а это на самом деле вот так можно просто про это порассуждать, просто объяснив, что значит за «Собачий полдень», когда здесь нет ни собак, ни полдня, а есть вот именно, что разворачивается событие жаркого дня, то есть это мое ненужное совершенно, наверное, преведомление относительно вот этого перевода, ну, что делать, если уже вот название «Собачий полдень» у нас во всех кинобазах, как бы, отвечающих за историю кино, устаканилось, ну, суть, в общем, действительно не в этом, это одна из, наверное, ярчайших работ очень производительного режиссера Сидни Люмента, который, ну, в общем, он, я когда посмотрел его фильмографию, вот принято считать у нас, что Вуди Аллен необыкновенно много снимает, Ингмар Бергман очень много снимал, она снимала свою жизнь фильмов, и на самом деле, а сколько, вот посмотрите, сколько тоже она снимала Сидни Люмент, я там не считал, сбился бы со счета, но я знаю, что у меня есть некоторые азиатские режиссеры, у которых тоже огромнейшая фильмография, ну, потому что, то есть, у них там особый еще тоже подход вообще к съемкам картины, и вот, наверное, если говорить все-таки останавливаться на американских режиссерах, то Сидни Люмент даст фору очень многим, потому что он настрогал фильмов в огромном просто количестве, он снимал, снимал, снимал и снимал, и, конечно, в этом огромном количественном разнообразии далеко не все его картины, ну, становились классикой, то есть, далеко не ко всем было привлечено одинаковое внимание, и вот многие скажут, что на самом деле, вот снимая на протяжении, ну, сколько, полувека, вот его творческая карьера продолжалась, то есть, что он на самом деле по качеству так и никогда не приблизился к своему дебютному и самому, наверное, знаменитому фильму «12 разгневанных мужчин», картина 1957 года, которая до сих пор входит во всевозможные рейтинги самых лучших фильмов всех времен и народов, занимает в нем очень высокие места, и действительно классическая картина, которая поражает своим мастерством, своей продуманностью, ну, конечно, во многом ее успех связан с оригинальной пьесой, да, по которой эта картина поставлена, ну, и, конечно, значимость режиссера здесь ни в коей мере нельзя уменьшать, что он не испортил, а наоборот сумел эту пьесу вот перенести на экран вот с каким-то необыкновенным блеском, но и вот при том, что вот у него больше 50 в итоге картин и при этом еще немало телевизионных работ, вот есть мнение, что вот он до той же степени вот какой-то такой безукоризненной кинематографической чистоты так больше никогда и не приблизился, но, тем не менее, в его фильмографии немало все равно ярчайших картин, и вот, допустим, конечно, середина 70-х годов это один из пиков таких его многогранного творчества, когда он в 74-м году снимает одно из классических лет это энталонных экранизаций Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», а уже в 75-м, собственно, снимает «Собачий полдень», а в 76-м вновь покоряет сердца, в том числе, американских киноакадемиков благодаря фильму «Телесеть». При том, что, собственно, главных Оскаров Сидни Льюмит так и не выиграл, и, в общем, как бы даже и нельзя сказать, что всерьез приблизился, хотя имел номинации, разумеется, и, собственно, и за «Собачий полдень» в том числе, но вот, конечно, нельзя не отметить, что побеждали на этих Оскарах просто многие его коллеги, которые, собственно, работали у него в картинах, вот, в частности, «Телесеть», она тоже принесла несколько актерских наград, если не ошибаюсь, три актерских награды сразу принесла актерам, которые вот у Сидни Льюмита играли, и это не единственный пример. Вот, а что же касается «Собачьего полдня», почему можно сказать, что это одна из ярчайших его работ, ну, вот, опять же, если ориентироваться на признание Американской киноакадемии, у картины было шесть номинаций, включая главные, «Победа» обернулась только одна за лучшие оригинальные сценарии, но это понятно, потому что это был год, картина «Пролетает над гнездом кукушки», которая, конечно, тоже всемирный бестселлер, и, ну, то есть, что о ней говорить, ну, действительно, картина, которая любима многим вот спустя уже полвека практически, и, ну, конечно, понятно, что «Собачий полдень» и в популярности, и, вот, может быть, в мастерстве воплощения своей темы уступает, но, тем не менее, тем не менее, все равно, конечно, эта картина осталась в истории кино, ну, и во многом, благодаря, наверное, актерскому ансамблю, ну, главную солирующую роль здесь играет, конечно, прекрасная Аль Пачино, который в то время как раз в расцвете своих сил и в расцвете своей популярности, у него вот уникальный, наверное, ну, может быть, не совсем уникальный случай, но, тем не менее, ученик, конечно, яркий случай, у него было четыре оскаровских номинации за четыре года, да, то есть и «Крёстный отец», это «Серпика», кстати, того же «Люмита», да, это потом и «Крёстный отец 2», и в тот же, в те же годы выходит ещё и фильм «Крёстный отцы», как мы знаем, они получили Оскар ещё и за лучший фильм года, фильм «Пугало», где у Паль Пачино тоже главная роль, получил «Золотую пальму и ветвь» Каннского фестиваля, ну, безусловно, вот это вот актёр, конечно, вот, который, ну, вот за краткий, за очень короткий период, он, конечно, смог пройти вот огромный путь, вот из, можно сказать, из известного актёра к суперзвезде, признанной на самых разных уровнях, его фильмы с его участием побеждают на крупнейших фестивалях, побеждают на Оскаре, ну, это, конечно, вот его звёздный час, тем удивительнее, что собственного Оскара Аль Пачино придётся ждать 20 лет, да, только в 90-е годы он его получит, пока же вот «Собачий полдень» принёс ему награду Британской киноакадемии и приз на фестивале в Сан-Себастьяне, но, тем не менее, ну, вот уже неплохо, скажем так, хотя, конечно, актёру, конечно, хотелось и в те годы уже наверняка Оскар получить, но всё время вот была какая-то конкуренция, но в этот, по итогам этого 75-го года, конечно, это была конкуренция с Джеком Николсом, ну, конечно, это понятно, что Николсон в своей коронной роли тоже тогда, конечно, пребывая на пике своей творческой формы, вот только, тоже, только ворвавшийся в мир кино, он, конечно, вот тоже заслуживал вот этой награды, конечно, блистательной. Компанию Аль Пачино вот в его ограблении банка составляет Джон Казали, у которого тоже уникальное достижение, вот артист, который, к сожалению, очень рано ушёл из жизни и успел сыграть в очень малом количестве фильмов, но все пять фильмов, в которых он сыграл, все они претендовали на звание лучшего фильма в Оскаровском раскладе, да, и это, конечно, уникальное совершенно достижение, при том, что ряд, то есть три фильма, вот Крёстные отцы и Охотник на олени, они эту главную награду, собственно, выиграли, да, вот это, конечно, единственное такое достижение, ну, потому что никто не сможет его повторить, опять же, всё-таки очень жалко, что это прекрасный актёр так рано ушёл из жизни, но вот действительно сумел вот столь ярко блеснуть вот в эти годы, и вот он здесь играет напарника, героя Аль Пачино, который роль очень молчаливая, всё время как бы на, вот где-то там, на заднем плане, но это тоже сыграть вот этот задний план, который тем просто ярче подчёркивает игру основного артиста, но это тоже очень большая заслуга, и в этом как раз отношении его персонажей в большей степени жалко, наверное, потому что тут движущей силой вот этого ограбления является персонаж Пачино, а пострадал в итоге в очередь, ну, собственно, в первую очередь герой персонаж Казаля. Вот, ну, я сразу говоря об актёрском ансамбле, отмечу Чарльза Дернинга в роли шерифа, который пытается, ну, не шерифа, полицейского, который пытается эту ситуацию регулировать, потом он знатно проявил себя в кинокартине Туцци, наверное, в первую очередь, по ней и запоминается. И вот одного актёра я назову чуть попозже, потому что именно с ним связан ключевой сюжетный поворот, чем картина, конечно, и выделяется на фоне прочих фильмов об ограблении банка. Вроде мы начинаем действительно фильм смотреть, фильм про ограбление, вот с этого, сперва, некий пролог, показывающий, собственно, атмосферу этого города, пролог идёт под песню Аутона Джона, что, собственно, наверняка имеет значение, учитывая последующие события, последующий, собственно, вот этот самый поворот. Но мы поначалу про это не думаем, мы просто наблюдаем вот как бы за атмосферой горды, и вот мы видим ребят, людей, мужчин, которые, судя по всему, хотят ограбить банк, к чему они, собственно, с самого начала, ну, собственно, с места в карьеры и приступают, и практически сразу всё идёт не по плану. Возможно, из-за действий, вот, собственно, персонажа Пачина, который хочет сразу замести какие-то следы. Во-первых, не по плану идёт, потому что они чуть позже, они опоздали. Вот только что уехал, ну, недавно уехал инкассатор, который забрали всю выручку, вот, и вообще, и они-то как раз хотели подгадать к закрытию банка, чтобы самый куш забрать, а ну, вот их опередили, и получается, что им нечего брать. И вот действие, которое предпринимает Аль Пачин, он пытается сжечь там бухгалтерию, хотя очень странно, он, ну, на самом деле, просто взял бы с собой, условно говоря, уничтожил бы потом, и вот эта ошибка, она, скорее всего, и приводит к тому, что на ситуацию, на дым, который, вот, идет из этого помещения, поэтому он привлекает внимание, забочные, там, и прохожие, вот, кто там, работники соседних, вот, каких-то, там, кафешки, в том числе, напротив, обращают на это внимание, и очень скоро, вот, эти, не задачи грабители, которые уже готовы были смотаться, ну, да, они ничего не выиграли, ну, все, давай быстренько, ладно, хотя бы убежим, и, ну, хотя бы останемся, что называется, на свободе, а, не получается, вот, уже за считанные минуты приезжает полиция, улица отцеплена, здание окружено, включая и задний выход, и, вот, деться некуда, все, они в ловушке, и, вот, собственно, идет рассказ о том, как проходит этот день, как проходят их переговоры, вот, с этим инспектором, который пытается как-то, ну, вот, разрешить эту ситуацию, вроде бы, заведомо, ну, проигрышную для вот этих грабителей, но, тем не менее, у них же заложники, да, они держат заложники, вот, сотрудника, глава, начальника вот этого банковского офиса, нескольких сотрудниц, практически сразу они там выводят охранника пожилого, которому плохо стало, ну, довольно-таки скоро, вот, в общем, избавляются хотя бы от него, вот, чтобы он там не умер у них в этой жаре, и, вот, да, наличие заложников, оно, конечно, заставляет полицию пуститься в переговоры, и вот тут Сидни Люмит, конечно, очень интересно ловит, ну, вообще атмосферу времени, когда, ну, сейчас, наверное, в Америке к полиции очень такое отношение напряженное, да, потому что очень часто дает, как бы, повод, да, и к массовым протестам, и к демонстрациям, в первую очередь, на расовой почве, а в то время ситуация была тоже не менее жаркой, потому что тоже там произошли некие события, ну, за пределами вот уже этой истории, но про которую вот как бы упоминается, и надо уже лезть в какую-нибудь Википедию, допустим, чтобы понять, о чем вообще там идет речь, то есть там речь, судя по всему, о каком-то тюремном бунте, который был слишком жестоко пресечен, и с большим количеством жертв, и это все памятно, и вот эта толпа, которая собирается как раз вокруг этого банковского отделения, она как раз оказывается на стороне грабителей, она против полиции, вот эти, вот до того, что персонаж Пачино, он срывает овации этих зевак, что доставщик пиццы, который приносит ему вот еду, что-нибудь перекусить, вот эту пиццу, он чувствует прямо себя звездой, оказавшись вот на фоне вот этого грабителя, то есть вот действительно вот эта атмосфера времени, когда грабителю оказывается героем, потому что он пошел против системы, он выступает против вот этого, то есть он как бы, раз полиция против него, значит толпа, вот она будет за него, потому что она против полиции, и сюда же как бы вставляется вот как бы атмосфера времени, вот социальными нотками, которые подчеркиваются вот Сидни Люминтом, ну и как бы другими создателями картины, включая сценаристов, что как не просто жить в Америке, вот вроде бы такой сладкой стране, притягательной для многих, а тем не менее, вот там оказывается нельзя устроиться на работу без членовства в профсоюзе, как у нас на самом деле тоже аналогичная в советское время была история, что нельзя устроиться на работу без прописки, а прописку нельзя получить без работы, да, то есть вот замкнутый круг получается, это схожий замкнутый круг, он и вот в среде американского пролетариата, он тоже существует, и вот подобного, когда подобного рода обвинения начинают звучать, в интервью, которое дает вот этот грабитель в прямом эфире, вот тоже как бы нотка вот этого загнивающего капитализма, да, то есть там до него дозваниваются телевизионщики и выводят грабителя в прямом эфире, в прямом эфире, но как только он там начинает говорить вещи неприятные, непринятые, да, его тут же отрубают, и вот говорят, они уходят на рекламную паузу, да, то есть вот, то есть блеск и нищета американского шоу-бизнеса, скажем так, и вместе с этим, конечно, вот на этом фоне, на этом фоне и ограблений, и звучащих социальных ноток, немало и смешного, как-то вот Люмитову удается поддержать легкость этой атмосферы, когда, допустим, муж разговаривает с одной из задержанных, сотрудниц банка по телефону, и она передает его вопрос, он спрашивает, когда вы закончите, вот, собственно, это ограбление, да, вот, или потом, когда уже эти девушки, эти женщины, они поняли, что, ну, в принципе, ничто не угрожает, что эти парни, но они не будут их убивать, да, то есть они их держат сейчас, вот, ну, по, так вот, по необходимости, хотя все равно, конечно, все равно они остаются заложницами, но в какой там есть, это яркий такой эпизод, когда женщины просто вертят ружье, ну, как бы, играют с ним, ну, пытаясь, как бы, научиться, что он говорит, обращению с этим ружьем, ну, конечно, под присмотром, собственно, этих грабителей, но, тем не менее, вот, какая-то игривость в их отношениях тоже возникает, и когда уже там надо, они уже понимают, что им надо спрятаться, и пойти в этот, в этот сейф, ну, вот эту камеру, которая за решеткой, собственно, где, собственно, деньги и хранятся, где этих денег сейчас, собственно, нету, и вот они-то вот туда бегут, и вот подобного рода очень много таких моментиков, которые добавляют вот этой истории каких, какого-то вот такого аромата, какой-то атмосферы, но, конечно, вот дошел я уже до этого ключевого сюжетного поворота, который, ну, про который нет смысла мне умалчивать, который наверняка станет сюрпризом для тех, кто эту картину смотрит впервые, поэтому если вы вдруг увлеклись и захотите ее посмотреть, то, может быть, сейчас нажмите паузу или этот ролик остановить и выключить и сперва фильм посмотрите и потом как бы уже дослушайте, хотя на самом деле это, ну, будучи сюрпризом, но, ну, в общем, может быть, даже если вы этот сюрприз знаете, этот спойлер, но это не испортит вам впечатление, там удивительная сцена в какой-то момент происходит, когда, ну, полицейский, вот этот инспектор, он отправляет своих коллег на поиски жены вот этого персонажа Аль Пачино, и, а мы видели уже эту жену, это такая-такая полненькая, такая итальянка, очень эмоциональная, и мы думаем, что сейчас приведут нам ее, а в итоге приводят какого-то мужика, и про которого говорят, это он и есть жена, и я, я тут в шоке, я не ожидал, я не ожидал этого, я, вот я как раз не подсматриваю обычно сюжет, и стараюсь ничего не слушать, вот себя бы я не послушал, как раз относительно этого фильма, это я бы и не стал бы смотреть, да, я бы сперва посмотрел бы фильм, вот, и я в таком шоке, что происходит, может быть, там проблема с переводом, может быть, я не так понял, нет, оказывается, это 75-й год, Америка, загнивающий Запад, это гомосексуальная семья, они даже ввенчались, у них было какое-то там, там, не знаю, насколько разрешенное, насколько легальное, по-моему, все-таки даже в Америке, в этой загнивающей, легализовали гомосексуальные браки много позже, поэтому там, по-моему, ставится тоже вопрос, насколько этот брак законен, вот, в общем, это семья, и, то есть, да, вот эта жена, итальянка, женщина, она как бы, в том, что она родила, героя Аль Пачино, несколько детей, он, получается, ее бросил ради мужика, и, собственно, это ограбление, он затеял ради операции, чтобы вот это, вот, чтобы это вот, его возлюбленный Леон, смог эту операцию сделать, потому что он женщина, в мужской оболочке, вот, представляете, какая тема, для 75-го года, конечно, абсолютно взрывная, она взрывная и для нас, спустя почти полвека, когда мы вдруг оказались в той ситуации, когда подобного рода операции у нас попросту, с недавних пор запрещены, и, соответственно, вот этот несчастный Леон, он бы эту операцию сделать бы не смог, и это ограбление не имело бы смысла случить, оно у нас, затея кто-нибудь в свое время ремейк, да, на российской почве, ну, во-первых, вряд ли бы он был бы и одобрен, общественностью, потому что у нас всегда отношение к этому очень такое традиционно недружелюбное, но вот в последние годы оно стало уж совсем даже враждебным, и вот получается, сейчас собачий полдень, это входит в число, ну, наверное, незапрещенных, как бы формально картин, но нежелательных картин для показа, ну, там на каких-нибудь стримингах, может быть, или тем более телеканалах, да, может быть, этот запрет еще не вступил в силу, но тем не менее, вы понимаете, что тема взрывоопасна, и нынешними нашими властями, эта тема операции по смене пола совершенно не приветствуется, и здесь вот как раз, собственно, и назову имя Криса Сарантона, который играет вот эту роль, на самом деле роль очень небольшая, по большому счету у него здесь, но вот его появление, его первые допросы, небольшие такие сценки, и ключевая его сцена, это сцена телефонного разговора, то есть он все-таки не решается пойти напрямую в этот банк, чтобы поговорить лично, вот как бы глаза в глаза со своим возлюбленным, но вот он разговаривает по телефону, и вот этих нескольких сцен, и в частности вот этой ключевой сцены, вот этого разговора, этого хватило для того, чтобы выдвинуть артиста на соискание премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, ну, что на самом деле довольно-таки удивительно, но порой действительно вот бывает, когда вот эту номинацию получают артисты за очень маленькие роли, вот очень маленькие в плане хронометража, они большие по своему объему и внутреннему содержанию, но тем не менее они не очень долго на экране вот задерживаются, и вроде бы ты удивляешься, но на самом деле, собственно, вот последовавшие, вот вскоре, годом позже, телесети Сидни Льюмита, если не ошибаюсь, она и поставила рекорд в этом отношении, когда принц уже за женскую роль второго плана получила актриса, которая, собственно, на экране провела там, по-моему, где-то три минуты или около того, совсем крохотный у нее роль, а тем не менее настолько ярко оказалось сыграно, что вот принесла актрисе вот эту неожиданную совершенно, и для нее, наверное, тоже вот эту золотую статуэтку. И вот Сидни Льюмит показывает тем самым, что это у него тоже такой, одна из фишек, что называется, что вот здесь из небольшой роли, то, как он ее показал и, соответственно, дал возможность сыграть артисту, он вот, ну, это тоже признак, конечно, режиссерского большого мастерства, сказал, что вот он привел артиста к номинации «В следующий раз к победе», вот, и даже из маленькой роли сумев сотворить вот в этом сотрудничестве бриллиант. Ну, конечно, тут во многом, конечно, сработало и то, что такая тема, да, и артист вот играет вот этот образ, эту непривычную, совершенно нестандартную тему для американского кинематографа, и, конечно, это тоже сыграло вот на, вот какие-то чувства американских академиков, вот, и вот, да, женщина в мужском теле, даже при том, что роль небольшая по своему подведенному ей времени, но все равно это образ, который, ну, не то чтобы так, наверное, появлялся уже даже в американском довольно раскрепощенном кино, хотя вот тоже 75-й год, не так давно оно стало раскрепощенным, да, то есть в конце 60-х, можно сказать, пошла вот эта волна фильмов, которые позволяли себе что-то говорить о какой-то интимной жизни своих персонажей, ну, это был, наверное, главный фильм той эпохи вот в этой сфере «Полуночный ковбой», который совершенно неожиданно получил в том числе и главную награду Американской киноакадемии, что было сенсационно, потому что она рассказывала о жизни, вот, можно сказать, мужчины-проститута, мужчины-жигола, вот, и, ну, тоже подготовил почву и для появления вот такого рода персонажей, вот уже персонажа в этом собачьем полудне. Но, при том, что для Криса Сарандона это была первая роль в кино, потом у него какая-то карьера сложилась, но не блистательная, и на самом деле, сейчас мы его фамилию знаем исключительно, наверное, благодаря его супруге, ну, на короткий период, правда, Сьюзан Сарандон, которая оставила эту фамилию даже после развода, и которая действительно стала одной из заметных актрис 80-х, 90-х годов, и которая как раз в свой черед в какой-то момент этот Оскар за главную женскую роль получила. Ну, вот, такая вот интересная переплетение, да, вот, связанная вот уже с какой-то личной жизнью этих артистов, да, да, я уж так заодно и проговорил про это. В общем, и, конечно, вот этот момент, вот этот сюжетный поворот в истории, вроде бы, совершенно привычное про ограбление банка, он, конечно, поражает, он, конечно, делает эту картину злободневной и для нас, и вот эти переживания вот этого человека, который хочет помочь своему возлюбленному, своей вот жене сделать эту операцию, и это, на самом деле, действительно реальная история, и в Википедии, допустим, рассказано о дальнейшей судьбе этой женщины, что в итоге она операцию, ну, это даже и в титрах тоже указано, что в итоге-то она операцию сделала, единственное, что она все-таки потом не вышла замуж за этого персонажа, ну, за реального человека, потому что, и в картине это проговаривается, ну, потому что все-таки у них больше было разлада, нежели любви. Вот, то есть, да, помощь его пригодилась, ну, правда, это деньги были уже не за ограбление, он там сумел как-то ей помочь чуть позже иным способом, а вот, но все-таки, хотя бы это для них закончилось счастливым образом, хотя, ну, в общем, они и не сошлись вместе в последующем счастливом браке, их жизни, их судьбы как бы разделились, и вот то, что вот этот собачий повод них тем самым как-то вот неожиданно так, а бессмертие, вот неожиданный такой поворот, повторюсь, в привычной вроде бы истории про ограбление банка, он, конечно, эту картину выделяет на фоне множества прочих, и, ну, заставляет, во всяком случае, намекает нам о том, что к ней можно обратиться и вот сейчас, спустя год, то есть, это та американская и мировая классика, которая вот не меркнет даже вот спустя полвека после своей премьеры и вот после тех событий, о которых она рассказывает. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok